общество, но совершенно осознанные действия со стороны людей, которые заметали следы. Я еще раз назову этих людей. Это Муженко, начальник генерального штаба, это ГИЛИТЭ, министр обороны, это генерал Назаров, первый заместитель начальника генерального штаба вот еще сейчас, и на тот момент он являлся начальником штаба антитеррористической операции. Я с большим сожалению должен сказать, что администрация президента в лице господина Ложкина системно препятствовала работе комиссии, потому что я был вынужден дважды обратиться в адрес президента с просьбой, чтобы он просто понудил непосредственно ему подчиненных военных чиновников ГИЛИТЭ и Муженко все-таки дать свои свидетельства на заседании комиссии. Я дважды за подписью Ложкина получал отписки совершенно невразумительного характера. Анатолий, вот я сказал, что это был похоронен последний неизвестный солдат, но еще неизвестных много. Вы знаете, я, если вы позволите, начну чуть-чуть сначала. После того, как почетный комбат наш Семен Семенович упал в Верховную Раду и стал требовать расследования и суда над теми, кто довел нас до этого состояния. Очень изменилась риторика отдельных персонажей, которых вы уже называли, в частности господина Муженко. Сейчас что происходит? Сейчас идет целенаправленная дискредитация добровольческого движения. Не знаю, почему Тарас не сказал. Например, вот 6 декабря в журнале «Фокус» этот товарищ четко сказал о том, что батальон «Донбасс» в Лисичанске зашел в количество 50 человек и занимался две недели там мародерством, пока их не выгнали. Тарас, ты там был? Зря ты промолчал по этому поводу. Этот человек это кто? Муженко. По этому поводу мы подготовили обращение, вот видите, подписи бойцов батальона, тут порядка 12 листов. Значит, мы готовим обращение к министру обороны, к командующему Нацгвардией, соответственно, к генеральному прокурору по поводу попытки дискредитации батальона в этих событиях. Хотя в Лисичанске есть улицы, названные в честь погибших наших товарищей. А по Иловайску, значит, в общей сложности в Иловайской операции участвовало 334 человека из батальона «Донбасс». 98 человек погибло. 26 до сих пор числятся пропавшими без вести. Это просто тела не найдены. И 137 человек, которые были ранены. 145 человек попали в плен. Некоторые вышли буквально через два дня, которые сказали, что они из других подразделений. Некоторые сидели больше года. Вот. У меня было несколько вопросов. Товарищу Муженко конкретно. Мы, естественно, мы всех приглашали, как вы понимаете. Да, я понимаю. Иловайск штурмовали не один раз. И первый штурм Иловайска был 10 числа, правильно? Туда заходили Азов, Донбасс и Шахтерск. После него удачные попытки отошли. Неделю занимались разведкой, подготовкой. И второй раз мы зашли 17 числа. Тарас говорит про 24 числа. Это август мы говорим. Да. Тарас говорит про 24 числа. А у меня вопрос по 18-му. Почему, зная, что два подразделения из четырех, которые должны были заняться штурмом этого города, не вышли на исходные позиции, не просто не пришли на штурм, почему не оттянули Донбасс? Ведь получилось, 17 числа напоролся на укрепрайон Днепр-1, и за счет этого оттенул на себя сепаратистов, и мы зашли в школу и заняли свою позицию. А по диспозиции мы должны были операции закончить в один день. Защистить город, в котором было 100-200 сепаратистов, вооруженные силы должны были... А как принималось решение войти в Еловайск? Значит... И кто принимал это решение? На тот момент, на тот момент официально, я числился в батальоне командиром взвода инструкторов. После того, как 10-го числа погиб Монгол, меня назначили заместителем комбата по вооружению. Монгол это? Это замкомбата был наш. Подзывной Монгол. Да, подзывной Монгол. Вот. Я был замкомбата по вооружению. Я присутствовал на инструктаже, на подготовке. В ночь с 16 на 17 число Семенченко и Филин на карте доводили до нас решение боевого приказа. Семеном Семенченко, а Филин? Филин, это подполковник Власенко, бывший начальник штаба батальона. Сейчас командует 46-м батальоном ВСУ. В принципе, решение принималось на уровне командования батальона? Нет. Решение принимал генеральный штаб? Решение принималось намного нам спустили боевое распоряжение. То есть нас инструктировал командир батальона, какие приказы получены батальоном в ходе этой операции. Ну, я могу тут трошки ширше пояснити, тому що я, ну, так вийшло, що я на той момент... На момент 10 числа, значить, на мене було покладено завдання командовання штурмовою групою, яка заходила. Це була розвитка боем, умовно кажучи, тому що ми просто не знали, скільки людей в Иловайську, хто їх захищає. Хамчак на нашому, значить, коли ми зібрались і планували захід, він сказав, я відправляв туди кілька груп, дві групи Збройних сил України, дві групи розвідників, це там по дві-три людини. Вони пройшли зі Льонкою, дійшли до Иловайська, зустріли вогонь, відійшли. Я вам не можу нічого сказати, у нас інших даних немає на цей момент. Тому, каже, пробуйте самі взнати, провести розвитку і на ваш огляд. Тоді було прийнято рішення поступово спробувати зайти, як ми робили на Попасну перед цим, на інші міста, на Лісичанск. Тобі ж підходиш до міста і чекаєш, що на тебе зустрічають. Чи там сильний вогонь, не сильний, калібри і так далі. Плюс-мінус можна зрозуміти від того, як стріляють, з яких позицій, як вони переміщуються. Ти можеш зробити висновок, хто тебе очікує. Чи це там ополченці, які не знають, що вони роблять, чи це якісь там кадрові військові. І ще й калібри, які тебе зустрічають. 10-го числа у нас були оці втрати, і тоді я дав команду на відхід, тому що ми втратили і нашого Монгола, і там двох офіцерів ми втратили, і двох бійців. А головне, що ми дійшли до точки, де стало зрозуміло, що нас почали перехресним вогнем сікти в батальйон повністю. Тобто з права, з ліва. І ще й диверсійна група, де і загинули наші офіцери, вони стикнули з диверсійною групою, яка мінувала віадук за нами. Віадук, який ми вже пройшли, щоб його підірвати і нас закрити. Фактично, щоб ми не мали можливості пересуватись технікою, щоб ми пішим ходом пересувалися і так далі. Тоді було прийнято рішення відійти і спланувати більш широку операцію. Ми відійшли, і Хамчак сказав, у мене звідти от так вже вони. Швидше, швидше, швидше. Генерал Хамчак, командують сектору. На кого він, коли він каже, що у мене команда зверху, це тільки генеральний штаб. Який каже, команда зверху взятий Лавайська. Давайте хлопці щось думати. Так, этот вопрос установлен. Є документ, це було розпорядження генерального штаба. Це ціна було відсебяти на вибіртому батальйоні, взятий Лавайська. Ні. Абсолютно було. Здесь треба сказати, що ми добровольчий батальйон, але с апреля 2014 року ми регулярне подразделення Нарківської гвардії України. Тобто ми не банда, не організованна притупна група, ми воїнське подразделення. Тобто ніяких самостоятельних рішень по поводу захвату тієї чи іншої території, звісно, ми не приймаємо. Ми виконуємо прикази командовини. Коли зараз пробують сказати, що якийсь батальйон там щось, ну це абсурд взагалі. Ми другий батальйон особливого призначення Нарківської гвардії України. Нас перекинули в зона АТО за особливим наказом і так далі. Кожен міст або населений пункт, який ми зачищали, куди ми заходили, це була чітка команда, зрозуміло. Хто б на себе взяв відповідальність кудись кинути там бійців на смерть, без команди, ніхто. Дякую.